Всем доброго утра! Я как раз уже заканчиваю свои дела. Но перед этим решила вам подарить один ритуал. Ещё один ритуал. Дорогие друзья, о бедности, о нужде мы уже говорили не раз. И не лишнее поговорить ещё раз. Я дарила много ритуалов. Изгнать бедность, скинуть с себя бедность, сжечь бедность, горемыку изгнать и многое другое. Почему я дарю много ритуалов, изгоняющих бедность, призывающих деньги, потому что каждому человеку подходит свой ритуал. Если одно не очень подходит, можно попробовать второй. Бедность – это страшный сон каждого человека. Нужда, бедность, нищета. В древние времена считалось, что люди, которые нищенствуют, это проклятые люди, проклятой судьбой. Ну, отчасти это так и есть. Старались не касаться их, чтобы эта нищета на них не перешло. Отсюда и традиция. Коробки носить, в шапках брать деньги, но не из рук человека. Потому как боялись, что эта бедность заразна. Люди всегда переживали, боялись всяких сглазов на их товар, если они занимались продажей. Люди боялись напущенной нищеты, люди боялись специальных заговоров, крадников. Все, что могло привести к бедности, к нищете, к нужде. Потому как когда у человека нет материальных средств, то у него нет стабильности в жизни. У него внутренний страх, постоянное опасение за завтрашний день. Что бы ни говорили, но человек нищенствующий, человек бедный, никогда не может быть духовно богат. Это нереально. Потому что человек, который нуждается в деньгах, человек, который не знает, чем кормить завтра детей, он либо озлобится, либо с ненавистью, завистью будет смотреть по сторонам. Конечно, чаще всего человек сам виноват в своей нищете, потому что у него нет инициативы, у него нет желания что-либо делать. Но бывают моменты, когда человек работает, работает, создает, но вот не хватает чего-то. Все время у него нужда. То есть даже зарабатывая миллионы, он не может накопить. У него вечно какие-то проблемы возникают, куда уходят деньги. И в итоге получается, что вся эта работа опять на смарку. Что делать в этих случаях? В древние времена считалось, что к таким людям прилипла скудница. Это некая такая материализованная сила бедности, нищеты, нехватки, и она ходит по миру, и как бы забирает человеческую энергию на себя, прилипая к людям. Либо наводили эту скудницу на людей, либо она сама находила своих жертв. Но как бы там ни было, о таких людях говорили, к нему скудница пристала или прилипла. Ее описывали как нищебродку в лохмотьях, простоволосую, басую, с голодными детьми, с голодными глазами, которая рыщет по свету и ждет, пока ее наведут на какого-нибудь, скажем так, живущего в достатке человека, чтобы прийти в жизнь этого человека, напустить своих детей, разорителей, и, собственно говоря, отобрать все хорошее, все добро из жизни этого человека. И вот от этой скудницы я научу вас избавиться. Если все сделаете правильно, вы заметите, как ваше финансовое благосостояние не улучшится. Временами проведите этот ритуал. Он очень сильный и очень хороший. Как я и обещала, сегодня буду давать вам очень сильные ритуалы. И пишу очень сильные, чтобы вы знали и относились к этому ответственно. Итак, вам нужно скрутить три свечи воедино, посыпать соль, положить крест из воска. Некоторые, которым я давала, сказали мне, что они настоящий крест купили и положили. Ну, такой железный, естественно. Или медный крест. В принципе, разница не особо большая. Они захотели прям крест, поскольку крест – это символ мучений. В магии, как ни странно, крестом не лечат, а крестом убирают мучения. На крест сводят мучения. Ну, это те, которые понимают. Те, которые не понимают, они могут делать все, что угодно. И лоскут или старая рубашка ободранная, ну, старая уже, старая вещь, майка, что хотите. Или просто так лоскут порежьте маленький из старого материала вашей одежды, потому что это старье, которое должно уйти вместе с этим мучением. Пока горит свеча, шесть раз читайте. Если вы это делаете днем, то в этот день можете вынести. Если ночью, то на следующий день. Вот вы начитали. На следующий день берете горстку монет, держите в левой руке, шесть раз читайте перед дверями, потом открывайте двери, естественно, правой рукой, а горстку монет держите в руке. Выносите вместе с этим всем. Значит, можно в пакете держать, но из руки вот эту мелочь никуда не отпускаем. Прямо в руке держим. Прочитали, вынесли в руке, в левой руке. Идете. Такое место, где люди ходят, дорога. Но учтите, чтобы сегодня, то есть в этот день, по этой дороге, вы не должны обратно пройти, чтобы эту бедность снова не подобрать. Уносите на эту дорогу, но посмотрите, никого нет. Просто киньте рядом, вот так вот рядом, бросьте, не обязательно через левое плечо, просто бросьте. Скажите другие слова, которые я вам скажу, и идете без оглядки. Вы отдаете миру, раздаете человечество. То есть каждый по мелочи возьмет, им вреда не будет, но от вас вот эта вот нищая скутница уберется. После того, как вы кинули это все, сказали, отходите, находите какое-нибудь дерево, под дерево положите вот этот вот сверсток, ничего не говоря, уходите. Делайте это периодически, когда у вас останавливается, когда у вас блок некий начинается, когда у вас постоянные расходы в никуда. Это значит, где-то она рядом рыщет, эта скутница. И вот начинает у вас вытаскивать эту энергию, забирать, уменьшать финансовые потоки ваши. Начали. Вот ты, скутница, нищая, босоногая, в лохмотьях, косы твои седые, тело худое, очи голодные, с детками своими по миру ходишь, деток своих разорников в дома пускаешь, голод и нищету напускаешь, добро отнимаешь, скорбью награждаешь, жалости не знаешь. Каладранка нищебродная, ущербная, горемычная, худница, жалкая скудница, жалкая скудница, возвращаю тебе слезы соленые, крест мучений отдаю тебе обратно. А кто тебя наслал на меня тому во стократно? Отрекаюсь от тебя, отсекаю я тебя, сжигаю каленым железом, гоню тебя со двора своего из дома, из судьбы, сгинь, пропади, уйди, навеки уходи, провались ты в черную землю, в преисподнюю, в бездну. Три силы воедино соединяю, дух, душу и тело от нужды освобождаю, я нужду тремя свечами выжигаю, с дома своего ее изгоняю, в воске и в соли ее запираю, сойди с меня нужда, с меня сойди на воск впереди, в воске запираю тебя, нужда скудница, слово в дело обернется, скудница нужда от меня удалится, жизнь моя от нужды освободится, так и будет, заклинаю. Итак, повторяюсь, ночью провели, на следующий день выносите сверток, подождите, пока догорит свеча, значит, этот огарок свечи с крестом, все это завязать в узел, вынести, вместе с горсткой монет, которую нужно заговорить перед тем, как выйдете из дома, перед дверями, держа в левой руке, говорите, шесть раз, бедность, скудница, с меня сойди, на денежку пойди, а через деньги по миру уйди, меня от нужды освободи, истинно так, вышли, пошли, нашли дорогу, где люди будут ходить, можно перекрест, где угодно, чтобы вас не видели в этот момент, кинули горстку монет, сказали, отвезжись от меня, нужда, скудница, пропади пропадом, истинно, если даже забудете слова, не страшно, своими словами скажите, это уже не такая важная часть ритуала, ушли, не поворачиваемся, не смотрим никуда, даже если вас позовут, это вас не волнует, подойдите к дереву, положите сверток, молча уходите, по этой дороге, куда вы бросили монету, в этот день ходить нельзя, чтобы не подобрать это обратно, через некоторое время вы заметите, что ваши деньги начнут опять вам служить, временами повторяйте, чем яркий вы человек, чем больше вы зарабатываете, и чем больше у вас, скажем так, мысли, идеи, чем больше вы идете вперед, тем больше будут вам завидовать, каждый завистливый взгляд, каждая ненависть в вашу сторону, каждое желание вашего разорения, это все время энергия, эти энергии накапливаются, и притягивают опять же, нужду, скудницу, вашу жизнь, и от нее нужно все время избавляться, не каждый день естественно, но хотя бы раз в месяц сделайте это, и вы заметите, что ваши дела пойдут лучше. Всем удачи!